всем привет в этом видео сделаем распаковку двух торнадоров один из них попробую впервые для себя другим из них уже работаю расскажу где их применять для чего не нужны товар как бы не новый ну под черную пятницу скажем так был повод купить хороший дорогой начнем с более дешевого версия за 12 долларов по моему приходит в таком коробке комплекте есть сторонадор с бачком и насадка типа щетки вполне себе так бесполезная вещь вот она висит новый не будем ушатывать будем разбирать сейчас тот которым уже пользуюсь что он из себя представляет пистолет с курком крючком для подвешивания быстросъем который на китайских версиях на самых дешевых китайские у надо обязательно будет после покупки менять бачок внутри бачка специально для удобства на грузике и гибкой трубки идет прием воды чтобы под наклоном можно было работать удобно тем что заливная горловина сбоку не обязательно откручивать постоянно можно удалить химию в процессе работы это очень удобно это хорошее отличие на дешевом от дорогого не знаю почему тут такого нет далее откручиваем сейчас покажу именно разницу чем отличается собственно дешевый дорогого и принципиальное отличие в работе гибкая трубка на нее надеты уплотнители чтобы трубка не так быстро умерла поток воздуха выходит по широкой вот этой трубке а внутри если видно маленькая тоненькая трубочка она уходит у нас в бачок из нее подается химия и за счет того что воздух выходя раскручивает по вот этому вот носик раскручивает шлангу эту влага высасывающаяся из центра равномерно раскидывается я его использую для чистки кругов от полировочной пластины также вчера тут его применяли для чистки ковров мусор вон в нем надо это кстати дело все помыть в дорогом принципиальное отличие вверх уже ручка пободрее курок нормально выглядящий прокладки все там что если что-то начнет травить можно поменять регулировка объема воздуха также на гибком на гибкой трубке грузик чтобы можно было работать под наклоном но нет вот этой добавочки воды в процессе работы как по мне так это небольшой минус но тут плавная регулировка подачи количество жидкости здесь регулировка выполнена в таком формате полностью подается либо полностью не подается в принципе это не минус но тем не менее здесь тоненькая трубочка которая соединена с грузиком с тем высасывающая жидкость и трубка по которой выходит воздух она уже алюминиевая она уже на подшипники скорость вращения в разы выше чем там само собой мощность отбивки скорость работы гораздо выше но этот аппарат нужен более мощный компрессор слабенький с ними справиться но у него выше гораздо производительность не стоит он 47 долларов из-за него до почти 47 долларов что в комплекте есть у этого то какой-то аппликатор вообще не знаю зачем он не именно для торнадора просто был там самое главное это насадка которая позволяет работать сразу с пылесосом то есть не туда одел ошибся еще не работал которая позволяет работать сразу с пылесосом одеваемые закантриваем и у нас получается что сама турбинка здесь пылесосом высасываю сразу то что она выбивает это очень хорошо особенно при работе в автомобиле внутри потому что сковора когда отбиваешь грязь песок этот вылетает везде он даже седает там где не ожидаешь его найти потом поэтому сразу с пылесосом это очень удобная опция за эти деньги я считаю что он недорогой есть переходник удлиняющий чтобы можно было работать вот над этим курком потому что именно так удобно работать и пару переходников для пылесоса есть под разные диаметры труб также есть насадки с щеточкой где-то там честно считаю бесполезным есть такая насадка этого более чем достаточно для работы в чистую на сухую сейчас запущу их покажу в чем реально разница по скорости а там уже дальше решать каждую самостоятельно ну и расскажу где еще их как можно применить так начнем с более простого торнадора принцип подача без воды воды нет открываем подача с водой чуть-чуть пошла влага и опять отбиваем офигенно вычищает вот эти круги мощность не сильно большая мех поролон не рвет но для уборки мы химчистки так себе получается не особо мощнявый здесь сразу слышно по оборотам чуть-чуть другая мощность без воды водой за счет скорости вращения чуть чуть больше подхват воды смотрю тут более даже кругу его развивать нежели вот это дешевая версия для химчисток самая тема круги им отбивать ну глобально не вижу смысла именно столько денег за него отдавать но его можно по мощности ограничивать убирать ему просто количество воздуха который он берет он будет тогда слабенький вещь реально более бодрая его даже окружность ровнее пробивается где я собственно цель дешевую применять круги очищать химчистки в салоне можно делать но медленно и слабенько и еще и еще там где нужен именно мощный эта машина частично в полировке находится и вчера я делал полировку первичную не по промывал здесь из-под резинок пасту полировочную можно залить химию с водой смешать для смывки пасты в принципе так неплохо справляется ну как то так залезть туда кисточки конечно можем так гораздо быстрее реально там ничего не остается и еще где хорошее применение на вертолетах покрасочных перед покраской конечно без влаги продувать со всех дырок обычным продувочником не тополь то эта штука выбивает очень хорошо пыль мусор какие-то остатки грязи прям действительно вещь хотя я не подразумевал его для этой цели покупать два штуки один дорогой один дешевый ну в принципе так скажу дешевый именно с вот этой даже задачей для отбивки пасты справляется вполне неплохо разница почти в четыре раза по цене давать еще на кругу на одном полировальном покажу включаю влагу этот так не спеша отбивает этот главное не переборщить чтобы не порвать круг и сушим круг слегка влажный в принципе можно работать дальше ссылки на оба этих товара где покупал оставлю в описании вот этот купил на черную пятницу пришел за четыре дня значит где-то у нас в украине по нему находится склад потому что я не ожидал такой быстрой доставки